Покойни ссылаются на трудные бытовые условия, неопределенность в жизни и передают родное чадо в детдом по договору. А затем и вовсе забывают его забрать. Ну а пока на подмостках детдома в Артеме дети рассказывают детям о взрослой жестокости и безответственности. И после спектакля снова едут кормить брошенных животных. На взрослый мир надежды все меньше. Здравствуйте! Информационное время на канале УТВ продолжает программа в центре внимания в студии Ольга Сомкина. Сейчас наша программа выходит в новое время в 18.40, но мы по-прежнему работаем в прямом эфире. Наш телефон 221-4019. Звоните, задавайте ваши вопросы, потому что сегодня будем говорить о чтении, об образовании и о библиотеках. И будем обсуждать, почему в библиотеку нынче стало ходить модно. Как фестиваль под названием «Элитр» и «Библия ночь» изменили наш город. И какими эти акции будут в этом году, будем говорить с нашими гостями. Я представляю Сергея Соловьев, директор Владивостокской централизованной библиотечной системы. Здравствуйте! И Алиса Плюхина, куратор образовательных программ «Сети Библиотек» города Владивостока. Здравствуйте! А также, уважаемые телезрители, вы можете участвовать в нашем эфире и ответьте, пожалуйста, на вопрос, в каком формате предпочитаете литературу читать. Только на бумаге – это ответ номер один. В электронном виде – ответ номер два. И третий ответ – слушаю аудиокниги, звоните, участвуйте в нашем эфире. Напомню, звонок абсолютно бесплатный, нам очень важно ваше мнение. Первый вопрос к вам, дорогие гости. Ну вот, существует миф о том, что мы перестали быть самой читающей страной, вообще читают у нас в стране очень мало. Но, судя по акциям, которые проходят в нашем городе, в частности, например, «Библия ночь», ну вот прямо разрушаются все мифы и стереотипы, на некоторые мероприятия попасть невозможно полный аншлаг. А как прокомментируете? Ну, я вообще глубоко убежден, что это какая-то пропагандистская машина работала, и рассказывающая о том, что вдруг в России все перестали читать. Я глубоко убежден, что читать не стали меньше. Как минимум читают на отметках лучших годов Советского Союза, и, по крайней мере, если мы возьмем то количество книг, авторов, ассортиментный перечень, который сейчас издается в области современной отечественной литературы, в области детской литературы, то эти книг издается больше даже, чем в самые лучшие советские годы. У нас никогда не издавалось такое количество отечественных авторов. У нас никогда не было такой качественной литературы, какой она сейчас появилась, современной, за последние 10-15 лет. Отечественная литература, на мой взгляд, совершила какой-то феноменальный скачок. Если мы возьмем детскую литературу, то такие издательства, как «Розовая жирафа», «Самокат», «Клевер», ну, я не знаю, ну, это просто любую книжку можно покупать и рекомендовать ребенку любого возраста, и таких книг у нас не было в детстве, это точно, я могу сказать. Ярких, красивых, насыщенных, наполненных хорошей литературой. Совершенно верно. То есть, если мы зайдем сейчас в любой книжный магазин, то мы увидим полки любого книголюба, да, то есть он проводит в магазине по 30-40 минут, потому что там ешь, что смотреть. За последние 4 года в Владивостоке открылось, ну, кроме того, что были проведены модернизационные работы в библиотеках, я считаю, что это наша заслуга, что вот тот толчок, который мы даем чтению, потреблению книги, вниманию книги, привлияли на то, что за последние 3-4 года в городе появилось уже 5 крупных книжных супермаркетов площадью больше тысячи квадратных метров. И в каждом новом торговом центре открываются здоровенные, большие, классные книжные магазины. Ну, значит, есть спрос, значит, на это есть рынок. Алиса, ну, вы куратор образовательных программ, и программы ваши на кого больше нацелены? И вопрос у меня звучит так. Кто больше ходит в библиотеки? В библиотеки больше всего ходит именно молодежь. Все-таки молодежь. У нас про то, очень много любят говорить про то, что это самое сложное аудитория. Это люди, которые не читают. Тут молодежь не читает, это вообще такой миф, который мы стараемся разрушать своей деятельностью. И рады, что это очень хорошо получается. Потому что как раз люди вот моего возраста, чуть младше и старше, активно приходят в библиотеки не только для того, чтобы взять книги. Потому что библиотека — это не только хранилище книг, современная библиотека. Это лекции, это семинары, это встречи с авторами, это образовательные клубы, сообщества, какие-то современные встречи и просто места для тусовки. И понятно, что у молодежи есть огромный, большой выбор разных способов, как получать информацию. Я могу пойти в библиотеку, взять книгу, могу взять ее электронную версию, можно слушать и аудиокниги, можно смотреть интервью с писателями, узнавать что-то о них. И все это объединено одной темой. И как раз люди, которые интересуются современным миром во многих отраслях, собираются в библиотеках для того, чтобы общаться и поддерживать эту сайду. Вот скажите, пожалуйста, молодежь, опять же, существует мнение, что в основном у них метод и способ читки – это все-таки электроны. Готовы ли вы поспорить? Я не готова спорить, потому что такая индивидуальная на самом деле вещь – это то же самое, что мы говорим там, ну, это очень-очень индивидуально. Кому-то действительно удобнее читать электронные книги, и в этом нет никакого противовесия. Они идут в библиотеку. Но есть статистика официальная, приблизительно поровну. И библиотека – это как раз-таки не только пробумажные книги. У нас есть замечательная программа с сайтом Литрес. Про него, наверное, многие знают, кто читает электронные книги. Но если там их нужно покупать за деньги, то читатели библиотеки получают у нас логин и пароль, где могут брать эти книги совершенно бесплатно. То есть если вы любите электронные книги, пожалуйста, читайте электронные. Там же и аудиокниги можно бесплатно брать в библиотечное пользование. Ну, а для тех, кто любит по классике, ну, можно и по классике. Знаете, мои коллеги вышли на улицу города и спросили, что нынче читают горожане. Давайте посмотрим. Какую книгу вы прочитали последнюю или читаете сейчас? Ой, не помню название. Читаю. Гелеровского читаю. А почему вы ее читаете? Гелеровский мне нравится. Язык нравится, слог нравится. Сейчас так редко разговаривают, так как Гелеровский пишут. Одна из любимых повестей – Олеся. Олеся Куприн. Я был просто потрясен. Три товарища. А почему? Вот интересная книга. Белый клык. А почему вы ее читали? Вспомнил молодость. Давно читал молодость и решил повторить. В основном читаю школьные учебники. Физика, химия. Ну, в основном романы. А почему вы их читаете? Ну, это план выходного дня. Второй ребенок подряд все детские читают. Так, Ханна Арнт и соки тотальтризма. Валентина Пикуля. Мнишек прокаженная. Сейчас я читаю в сагу о форсайтах. А почему вы ее читаете? Потому что я люблю классическую литературу. Ну, как мы видим, читают литературу разную, начиная от учебников, заканчивая детской литературой, читают взрослые для своих детей. Скажите, пожалуйста, когда вы создавали свой фестиваль библионоидж? Нет, про фестиваль литер мы поговорим чуть позже, про библионоидж, да. Потому что все равно они связаны. Библионоидж, кстати, она стартует уже на этой неделе, 20 апреля. Встречаем. Была ли одна из целей этой акции привлечь внимание к литературе? Или это было все-таки какое-то, ну, чтобы объединить горожан, объединить под знаком литературы, предложить какие-то новые им формы общения? Ну, очевидно, да, это была попытка вот в такой неожиданной форме развернуть библиотеки лицом горожан и вообще показать, что есть библиотеки в этом городе. Потому что мы до сих пор, кстати, да, в порядке вещей, но и раз сталкиваемся, что у нас в библиотеке еще сохранились, что в них кто-то ходит. Ну, а на секундочку, только вот в библиотеку БУК в среднем за день посещает от 180 до 230 человек и до 250 в день. В прошлую библионочь там за день прошло больше тысячи человек, то есть это от утра до вечера. И сейчас самая посещаемая муниципальная библиотека в Европе, это библиотека Достоевского на Чистых прудах в Москве, ее посещает 400 человек в день. А там библиотека под тысячу метров, а у нас 133 квадратных метра, а у нас 250 человек. Так что мы... Ну, серьезная заявка. Да, достаточно просто пройтись вечером по Светландской и посмотреть в эти окна на Светландской 55 и увидеть, что там даже вечером всегда есть люди, а иной раз там и места нет свободного. И когда мы уже сделали несколько проектов модернизированных библиотек, то, конечно, нам очень хотелось показать горожанам, что теперь во Владивостоке существуют не просто какие-то модные современные библиотеки, а я с гордостью и чистым сердцем могу сказать, что такие же библиотеки есть там и в Эдинбурге, и в Чикаго, и в Массачусетсе. Вот по таким же проектам созданы, и нам есть чем гордиться, что вот за 10 тысяч километров от Москвы у нас есть современное общественно-культурное библиотечное пространство, которое может позавидовать любой город, где таких библиотек нет. И, конечно, да, вот с помощью пресс-центра, администрации, с помощью наших партнеров, с помощью вас, Оля, да, мы имеем возможность общаться с горожанами через средства массовой информации, говорить о том, что такие мероприятия проходят, и каждый раз приходится что-то придумывать. Вот давайте поговорим о том, что придумали в этом году, потому что каждый раз «Библия ночь» она заявлена под какой-то темой. И в этом году я знаю, что основная тема – это год театра. Вот каким образом вы совмещаете год театра и библиотеки? Ну, это, по-моему, очевидно, потому что театр, спектакль – это, прежде всего, пьеса, а пьеса – это тоже лист бумаги, либо книга, либо рукопись, которая к нам, как библиотекам, имеет самое непосредственное отношение. И найти какое-то творчество было несложно, но мы действительно постарались. У нас есть несколько действительно уникальных событий, на которые даже я иной раз не могу попасть. Например, там, хорда ВФУ. Да, в этом году у нас выступает хорда ВФУ. Попасть на него практически невозможно. Вот когда они выступали в Кирхе, тут буквально совсем недавно, я не смог купить билеты. Это 20-го числа, в 22.00. Не будут у вас в гостях? У нас будут в гостях, да, с потрясающей программой. В Буке? Да. В Буке. Вот, кстати, я хотела сказать, что в прошлом году я попала на одно мероприятие, не буду говорить какое, но пробиться было просто невозможно. Там был такой аншлаг. Вот люди были как селедки в бочке. Вот что-то с этим будете делать? Или это, наоборот, из фишек вашего? Мы делаем практически один или два раза в неделю. Мы с нынешним главой, Олегом Владимировичем Гумаником, объезжаем практически все библиотеки. Мы настоятельно, настоятельно пытаемся надавить на нашу собственную боль и мозоль, что в городе необходима большая публичная библиотека. Библиотека города Сиэтл, на секундочку, город, там около 700 тысяч населения, за год проходит порядка двух миллионов посетителей. Эта библиотека входит в топ-100 основных туристических достопримечательностей Америки. У нас нет такой библиотеки. Нам она, на мой взгляд, очень нужна, потому что мы уже перерастаем свои возможности. Мы, к сожалению, вынуждены находиться в весьма стесненных... Единственная библиотека в центре Владивостока, это библиотека БУК, и она всего 133 квадратных метра. Конечно, нам нужны новые площади. Надеюсь, что мы уже получили заверение, что программа модернизации библиотек будет продолжена. Может быть, ее финалом станет. Крутая, большая, многоэтажная библиотека в виде маяка. Единственная в мире. Ну, продолжим говорить о программе Библия ночи 2019. Хор услышим. Что еще? У нас Библия ночи, надо сразу понимать, что это все-таки не только ночное мероприятие. Да, у нас финальные такие решающие аккорды будут ночью. Но начнется программа прямо с самого утра, потому что Библия ночи и библиотеки не только для взрослых, те, кто не спит по ночам, но и для детей. И утром у нас традиционная Библия ночи начинается с лекции проекта «Вэтсайнс», где ребята будут рассказывать о науке в литературе, о научной фантастике и о научно-популярных книгах. Дальше будет замечательная читка сказок от проекта «Сказки с молоком» в музее Арсеньева, где Александр Киктенко будет читать. Да, замечательную сказку о потерянном воене. И Евгения Шварца. И новые приключения кота в сапогах. А на фоне художница будет рисовать картины по этим сказкам. Взрослые дети всегда с удовольствием приходят. Я вот сама смотрела, и несмотря на недетский возраст, была в огромном восторге. Дальше у нас будут лекции, очень много разных образовательных лекций. Юлия Ероцкая будет рассказывать у нас, это преподаватель. И музейный деятель будет рассказывать о синтетических театральных формах на прямее проекта «Музей дома Арсеньевых». Это про то, как научное исследование может стать настоящим культурным феноменом. И вот как раз на прямее нашего Арсеньева Юлия Ероцкая об этом расскажет. Конечно, все литературные мероприятия у нас обязательно проходят с лекциями Максима Ивановича Жука. Вот там уже мест нет. Мест уже нет, даже не пытайтесь, можно смотреть в окна. Да, на все лекции у нас будет регистрация. Все обязательно бесплатно, как всегда, в библиотеках. Но нужно зайти на наш сайт, напишите в гугле «библиотеки Владивостока» и сразу увидите наш сайт, и там можно зарегистрироваться. Для тех, кто не попадет, у нас будет организована трансляция у нас на нашем канале в Ютубе. То есть, ну, Максима Ивановича можно будет посмотреть. Да, делаем мы всегда, то есть мы делаем во всех медийных источниках. Ну и самое главное, что если «Библия ночь» театральная, то у нас будут читки пьес. Утром у нас будет читка пьесы «Спящая красавица в холодильнике». Это пьеса, которую будут читать наши друзья из клуба любителей фантастики «Белый дракон», которые постоянно проводят у нас мероприятия, большие эксперты в области фантастики и фантастических книг. И они прочитают эту пьесу, она не только о сказках, но и о вечной жизни. Это сказали ребята, так что вот очень будет интересно. И большая читка вечером у нас будет от проекта Кот Бродского, нашего дружественного проекта. У Кот Бродского читают подростки, где ребята, подростки будут читать пьесу Андрея Данилова «Сережа очень тупой». Это будет интересная литературная театральная постановка. Вот прямо сейчас в нашей библиотеке, несмотря на то, что не рабочий день, ребята репетируют. Так что стоит 20-го числа пойти на все мероприятия, можно с утра и остаться до вечера, потому что до 4-х утра. Да, у нас все закончится игротека из магазина «Мосигра», где будут настольные игры, где будет весело. Будем пить чай и играть в игры. И, надеюсь, ребята из магазина понесут какие-нибудь литературные игры, у них точно такие должности. Да, интеллектуальные. Скажите, пожалуйста, какое место в вашем, вот в этой акции занимает дальневосточная литература, привлечение к ней внимания? Потому что вот вы сейчас говорили, да, называли произведения, а каким-то образом... На самом деле, такой театральной драматургии, выращенной на приморской земле, ее не очень много-то. Мы из таких более-менее... Наверное, самая известная сейчас драматург, это Вика Костюкевич и ее несколько пьес, в том числе и про туберанцы, которые мы уже читали год назад. То есть в этом... И она вот на самом деле инициатор вот этих актерских читок с ее проектом «Драма во Владивостоке». И, собственно, мы вот подхватываем эту инициативу вместе с ней, расширяем уже в других форматах, уже Кот Бродского этим занимается. Из отечественных авторов у нас в обязательном порядке есть фонды, которые есть в библиотеке «Бук». И там практически все, что издавалось в Владивостоке, даже вот такие откровенные панки типа издательства «Нидин паблишинг», вот они тоже у нас есть, но мы бы хотели сделать упор на творчество Ивана Ильяновича Басаргина и его книгу, которую мы два года назад выпустили и сверстали в одной из библиотек нашей библиотечной системы, вернее, из семенной библиотеки «Дикие пчелы». И эти книги в достаточном количестве у нас в фондах есть, и о них мы тоже будем рассказывать. Вот сейчас мне наш режиссер сказал, что был звонок, звонок сорвался, но вопрос успели задать. Какие библиотеки примут участие в «Библионочи»? То есть понятно, что люди в разных районах живут, то есть чтобы сориентироваться, кто куда сможет отправиться. Вы можете, да, зайти на сайт владлиб.ру, либо вот, как Алиса сказала, набрать просто библиотеки «Владивосток», он сразу же выпадет, и там в разделе «Программа» можно подобрать удобную, удобно расположенную библиотеку для себя, и в ней в каждой из них будут проходить мероприятия, предваряющие саму «Библионочь». Понятно, что в «Буке» будет основная вот эта вот ночная там тусовка, но 19-го, 18-го детские мероприятия «Библиосумерки» будут вот в каждой из библиотек. Я хотела сказать, что в одну из «Библионочи» у нас даже был специальный квест для читателей, которые должны были пройти максимальное количество библиотек, собрать все библиотеки «Библионочи», а в этот раз читатели могут сделать так самостоятельно, открыть нашу программу и придумать себе самостоятельную, самую интересную программу, где они посетят те библиотеки, которые не посещают, например, в обычное время. Или придумать… Ну, во всех библиотеках будет какая-то активность. Если мне не изменяет память, порядка 18 библиотек у нас участвуют во всех этих программах. Да, у нас есть библиотеки, которые, например, вот в поселке Песчаный, но просто потому, что там библиотека не может себе позволить это сделать, в силу того, что находится в весьма стесненном помещении. Вот, кстати, вы предвосхитили мой вопрос. Ну, скажем так, Владивостоку повезло, да? У нас есть замечательный директор сети библиотек, неравнодушные люди, очень активная молодежь, которая стоит, так сказать, и держит это дело, да и вдыхает в него свою энергию. Скажите, ну, библиотек, понятно, в крае много. Обращаются ли к вам за советом, обращаются ли за помощью, за идеями, чтобы как-то подвинуть жизнь активной, чтобы подвинуть в отдаленных городках, отдаленных поселках, потому что там читают книги, и там хотят чего-то доброго, светлого, вечного. Но вообще, надо честно признаться, что в крае с библиотеками ситуация катастрофическая. За последние 10 лет в Приморском крае исчезло навсегда 90 библиотек. Их просто не стало, уничтожены они вот таким вот к себе вниманием. И спасибо, конечно, за лестные слова, но я бы ничего не сделал, если бы у нас не было такого замечательного коллектива и команды. И политической воли, которую где-то нам приходится отстаивать, где-то нам приходится бороться, где-то ругаться, но как-то находить какие-то компромиссы. Для края во все библиотеки Владивостока любой житель края может записаться совершенно бесплатно, и мы даем им книги на дом, независимо, где он живет, партизанский, лесозаводский. Это ничего не стоит, как раз вот по той причине, что там катастрофическая ситуация. Уважаемые зрители, кто живет в крае, имейте в виду, что если вы часто бываете в Владивостоке и хотите получить на руки интересную, свежую, самоактуальную литературу, это велкам в Владивосток. Как показывает практика, именно краевые читатели самые внимательные книгам. Они всегда вовремя отдают, практически нет должников из них. Кстати, давайте посмотрим на результаты голосования. В каком формате больше читают литературу, как показывает вот у нас наше голосование. Больше 50% все-таки читают на бумаге, предпочитают наши телезрители, телезрители телеканала ОТВ, читать книги, а не электронные штучки всякие. И последний вопрос. У нас осталось совсем немножко времени. Вот все-таки, что обязательно нужно посмотреть в эту субботу? Куда обязательно нужно отправиться? Ну, обязательно нужно отправиться в библиотеку БУК. Сложно пройти мимо, в центре города мы находимся. Обязательно нужно пойти вечером. Прийти обязательно на число утра, мы остаться до вечера, это, конечно, идеальный вариант. Но все-таки вечер, который вы проведете в субботу в библиотеке, станет одним из лучших ваших вечеров. Там будет много лекций. Вот я еще не сказала про замечательную лекцию с главным театральным работником, как художником. Это руководитель целого отдела декораций, бутафорских всех дел Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Людмила Григорьевна... Ну, в фене Паймурской сцены у нас здесь, да, из Санкт-Петербурга, поехавшая, да. Людмила Григорьевна... Мех... Мех... Простите, да. Да, да. Большая прорка. Какая-то будет встреча? Эта встреча будет, по-моему, в 17, да. В общем, смотрите обязательно на сайте расписания, в социальных сетях. Тоже пишите «Библия ночи в Левосток», и вы точно про это все узнаете. Мы максимально открыты. Ну, я рекомендую все-таки попытаться найти возможность и записаться там к Максиму Ивановичу, потому что Бертольд Брехт – это важнейший драматург из европейских. У нас время, к сожалению, вышло, да. Я думаю, те, кто хотят побывать на «Библия ночи», обязательно узнают точно. Я думаю, у нас будет еще повод встретиться и обсудить фестиваль «Литр», который предстоит нам встречать в мае. У нас будет еще чем-то. Да, у нас время закончилось. Спасибо за внимание. И читайте книги. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова